Микс Ньюз Привет из Туманного Владивостока. Я слушаю радиостанции Микс Медиа Групп через приложение Микс Медиа Радио. Присоединяйтесь! Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мамочки». Как обычно, по вторникам после 15 часов выходит эта программа. Я ведущая Анастасия Смоловская. Сегодня помогает звукорежиссёр Евгений Копейнов. И в гостях у меня сегодня тренер по обучению собак, специалист по канистерапии Влада Акимова. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы также непосредственно сами являетесь мамой. Может быть, расскажете, сколько лет вашим детям? Да, мама я есть, так скажем. У меня двое дочек. Старшая дочка уже совсем большая. Ей 23 года. И младшей, соответственно, 10 лет. Скоро будет 11. Ну, вообще, сегодня хотелось бы поговорить о двух таких. На две платформы, можно сказать, разделить. Поговорить о детях и животных непосредственно. Мне кажется, это вечная тема. Любой родитель сталкивается рано или поздно с тем, что мама, хочу собачку, мама, хочу кошечку. И там, какая морская свинка, да? И как действовать, что делать в этих случаях? Ну, и непосредственно о канистерапии. Что это такое? Как это помогает? Вот, может быть, с этого и начнём. Что это вообще такое для людей, которые, может быть, не в курсе, не самое такое, не на слуху. У дельфина терапии сразу понятно, что такое, да? Канистерапию всё-таки надо расшифровать. Канистерапия – это метод реабилитации со специально обученной собакой. Канистерапия на латыни обозначает собака, поэтому, соответственно, такое название – терапия при помощи собак. Эту специально обученную собаку иногда называют собакотерапевт или собакоассистент. Канистерапия – это один из видов animal терапии или терапии при участии животных. Вы уже упоминали дельфинотерапию. Есть рейдтерапия при помощи лошадей. Есть фелинотерапия. Достаточно распространено дельфинотерапию, знают, наверное, все, и рейдтерапия, но дельфинов и лошадей содержать достаточно дорого. Далеко не каждый может себе позволить иметь лошадь. Наверное, практически никто не может позволить себе иметь дельфина личного, тогда как собака – это не столь дорогое в содержании существо, любит человека, хочет быть с человеком, сотрудничает с человеком, и поэтому, наверное, странно было бы не использовать это все в терапии и в работе. А почему, на Ваш взгляд, мне кажется, не так уж распространено у нас этот вид деятельности? Все-таки чаще мы слышим о той же дельфинотерапии или терапии с помощью лошадей. Как-то, наверное, в последнее время только активно начали говорить, хотя это более доступно и легче и проще. Это более доступно, это легче и проще, но для того, чтобы это действительно было доступно и распространено, все-таки это должно быть развито. Сказать, что это направление очень сильно развито у нас, наверное, пока нельзя. Почему? Поэтому, видимо, и нет. Мало финансирования или люди как-то не знают о том, что есть такая возможность, не интересуются, спроса нет? Это достаточно такой обширный, сложный и очень многогранный вопрос. Я думаю, что в данный момент достаточно много уже знают, что это такое. Можно сказать, что в Латвии это достаточно развито, потому что занимаются в разных городах Латвии канистерапией, специалисты и проводят занятия, но на данный момент пока достаточно сложно складывается сотрудничество с врачами. Дело в том, что канистерапия – это не развлечение с собакой, это действительно очень серьезная работа. Канистерапия относится к группе мотивационных реабилитационных технологий, где задействованы многие специалисты. И вот проблема в том, чтобы эти многие специалисты были задействованы и умели применять собаку правильно. А то, что происходит без специалистов, это, простите, уже терапией назвать никак нельзя. Ну вот, в принципе, если там больной ребенок, мы знаем, что бывают случаи, когда от одного курса дельфинотерапии той же, от какого-то общения с животными, особенно чуткими животными, которые, ну вот, мне кажется, собаки, все кошки, они всегда к детям тянутся в определенном возрасте, пока дети, конечно, не начинают там за хвосты и усы дергать. То есть, это, в принципе, такой достаточно простой способ. Родители, когда есть какие-то проблемы, они любой способ на все, что угодно готовы для того, чтобы как-то помочь. Может ли это быть домашняя собака, то есть родители сами могут там как-то обучить, пройти вот какой-то там курс по обучению, и эта собака будет жить? Или это должен быть такой приходящий друг, скажем так? Ну, в принципе, эти собаки – это домашние собаки, которые живут в семьях, в семьях у тех людей, которые с ними работают, потому что если эта собака живет где-то в вольере, в приюте, она не имеет постоянного контакта с людьми, и, соответственно, она не знает людей, никак не может с ними хорошо работать плодотворно. Эта собака должна быть очень чувствительной и действительно хорошо считывать поведение человека, ребенка. Еще раз, это кажется очень простым. Да, конечно, родители могут завести собаку, да, конечно, родители могут ее обучить, но еще раз, это терапия. То есть здесь требуются определенные специалисты. Есть ли у родителей специальные знания в медицине или в педагогике? Большой вопрос. И вот в этом сразу возникает вопрос. То есть если мы ставим цель просто, чтобы ребенок общался с собакой, да, это одно. Если же мы ставим конкретные терапевтические цели, то это занятия, которые имеют определенную цель, они документируются, и каждое занятие ведет нас к достижению конкретной цели. И цель выдвигается специалистами. Ну вы как один из специалистов в этом звенье, я так понимаю, именно непосредственно уже с собаками работая. По вашему опыту, были случаи, когда вот правда такие какие-то чудесные выздоровления или улучшения такие происходили, что ну вот прям радуетесь, что вот все помогло, и вот именно благодаря общению с собаками. Надо сказать, что, наверное, чудес не бывает. Всегда это результат работы, тяжелой работы, целенаправленной работы. И все, что у нас случалось, случались очень хорошие результаты. Я никак не могу сказать, что это только благодаря канистерапии. Это, несомненно, только комплексное. Да, это молодцы родители, которые занимались и с медиками, с определенными специалистами, и плюс еще и дополнительно привлекали нас. И вот этот вот огромный совокупный труд дал какой-то результат. Да, часто бывает, что не хватает какой-то эмоциональной составляющей, какого-то толчка, и собака или другой животный этот толчок может действительно дать. И спусковой механизм запустится, и процесс пойдет, как снежный компонарастающий. То есть это, с одной стороны, кажется, что это чудо. На самом деле, еще раз, это только в результате огромной работы. Именно работы команды. Но стоит отметить, что канистерапия – это не только терапия для детей. Я так понимаю, что и после операции каких-то сложных, как реабилитация, может быть, и для пожилых людей тоже используется для того, чтобы как-то поддерживать и улучшать состояние. Но если говорить именно о детях, с какими проблемами детям, вот прям вот рекомендуете обязательно? Канистерапия действительно применяется очень широко, не только с детьми, но и со взрослыми, и с пожилыми людьми. Очень хорошие результаты дает при детском церебральном параличе, при нарушениях речевого психомоторного развития. Как уже говорили для взрослых, это после восстановления, после инсульта, очень хорошо собаке помогает при депрессиях у детей или у взрослых. Ну, конечно, собака в принципе животное, очень позитивное. В адаптации, в вседневной жизни детей и взрослых с аутизмом, с синдромом Дауна, при лечении стресса, психологических травм. То есть это реально очень широкий спектр, еще раз, не только дети, но и взрослые, и пожилые люди. При деменции, да. Вы упомянули депрессию и какие-то психологические травмы у детей. Как понять, что у ребенка депрессия? Ну, это нужно обращаться к врачу, я думаю. Все-таки это специалисты. По вашему опыту. Ну, мы все-таки видим, когда ребенок совсем угнетен, то есть уже, наверное, есть повод, если это длительный и неприходящий, наверное, есть повод обратиться к специалисту. Но это, наверное, постарше дети уже, ближе к подростковому, наверное, у пятилетнего ребенка или трехлетнего. Ну, наверное, мне сложно сказать, я все-таки не медик, и не сталкивалась с депрессивными маленькими детьми. Обычно все-таки дети достаточно позитивные. Ну, еще раз, не медик, не знаю. Дети, у которых проблемы со здоровьем, они бывают замкнуты, не самые общительные, людей-то боятся, не говоря уже о собаках. Вот как бывает, что вот никак они не идут на контакт, и нужно время для того, чтобы вот как-то наладить контакт между ребенком и собакой? Не бывает такого, что не идут на контакт, но, конечно, требуется определенное время. Иногда это происходит очень быстро, иногда это занимает определенный промежуток времени, иногда более длинный, иногда короткий. То есть тут невозможно сказать заранее. Вот тут чудеса случаются. Но в конце концов всегда как-то налаживается. Да, да, контакт всегда налаживается, и сотрудничество происходит. Есть какие-то собаки, которые вот прямо предназначены для констерапии, или это опять-таки зависит от характера собаки, от каких-то врожденных качеств? В первую очередь это зависит, несомненно, от характера и врожденных качеств собаки, от ее интеллекта, то есть от персоны самой собаки. То есть нет такого, что вот овчарки подходят, а лабрадоры не подходят, например? Нет, такого нет. То есть в любой породе есть как подходящие, так и неподходящие собаки. Более того, Латвийская экологическая федерация в плане канистерапии сотрудничает с Польской ассоциацией канистерапевтов, и, например, у них есть список пород, которые не могут быть собаками-терапевтами, которые не рассматриваются. В других странах другая практика, там рассматривают всех собак и исходят именно уже из личных данных конкретной собаки, поэтому даже в этом мнения очень разные. А почему в Польше так, не знаете? Ну, они так решили, что, возможно, в массе своей собаки этой породы не подходят. У меня сразу на ум доберман какой-нибудь приходят, как-то они такие всегда кажутся агрессивнее. Ну, наверное, у них просто такой суровый вид, но в данный момент основная масса собак вполне социальная, они участвуют в выставках, они живут в обществе, поэтому с агрессивной собакой жить в нынешнем обществе в городе очень сложно, практически нереально. Более того, предусмотрена уголовная ответственность за поведение, нехорошее поведение собаки. Поэтому я думаю, что в данный момент ситуация очень сильно изменилась по сравнению, например, с началом 90-х годов или серединой. И собаки все-таки в массе своей достаточно социальной и доброжелательно настроенной к лидерам. Интегрирует их как-то, я так понимаю, в человеческий мир. Говоря именно о программах анистерапии, поддержке государства, в том числе в 2007 году стартовал проект в центре Дардзедзе, это как раз-таки кризисный центр для детей, пострадавших от насилия. Вот какие результаты, может быть, вам известны о совместных проектах, которые были вообще в Латвии, проводились? Мы были в Дардзедзе как раз-таки в 2007 году, это наш первый опыт применения собак. Я не знаю конкретные результаты, потому что для нас это было разовое посещение, но я могу рассказать про это разовое посещение. То есть у нас была сначала подготовлена программа развлекательная для того, чтобы установить контакт с детьми и взрослыми тоже, конечно, в первую очередь естественно с детьми. И поскольку мы выступаем с программами развлекательными уже не один десяток лет, то мы примерно знаем реакцию детей и тут у нас был шок, потому что дети не реагировали позитивно, как мы привыкли. То есть дети были такие, скажем так, печальные, насупленные и реакции не было, несмотря на то, что… причем взрослые стояли вокруг, улыбались то есть персонал, но в конце концов растопили сердца, потому что у нас всегда программа и с каким-то юмором тоже построены, с какими-то шутками, именно сами трюки с собаками, так скажем. То есть собаки все-таки растопили сердца детей и потом у нас были продуманы специальные упражнения, занятия для детей с собаками. И если бы с нами не поделились персонал, то мы бы даже не знали. То есть мальчик один, который бегал, дергал все время из рукава, а можно я, дайте мне, опустите меня. То есть такой, ну, мальчик прилипал, уже хотела сказать, мальчик, ну, подвинься. Ну, конечно, не сказали, естественно, мы не для того приехали. И когда к нам подошли персоналы, говорят, вот этот вот мальчик, вот этот вот, он ни с кем не идет на контакт. Он не контактирует с детьми. Персонал с ним не может найти тоже никакого общего языка и никак не получалось его из своей ракушки вытащить. На что мы посмотрели на этого мальчика, мы, кстати, сказали, этот мальчик, вот этот, который, вот от которого, ну, прям хотелось сказать, мальчик, ну, давай все-таки как-то вот других тоже пустим. Ну, еще раз говорю, не сказали, конечно. Да, то есть вот такая вот реакция. Вот чудо, можно сказать. Он на вас, он всю свою энергию скопленный. Ну, на собак, да, не на нас, на собак, да, он раскрылся и контактировал, соответственно, очень хорошо контактировал с нами, потому что для того, чтобы что-то сделать с собакой надо было обратиться к нам. И, то есть мы, если бы нам, еще раз повторяю, не сказали, мы бы даже не знали, что мальчик какой-то вот замкнутый, депрессивный и не идущий ни с кем на контакт. А есть собаки, которые не идут на контакт? Вот у них же тоже есть свое настроение, или у вас все вот там по струнке ходят, дисциплина строгая. Бывает же тоже, что вот, ну, как-то не задался день у собаки. Ну, во-первых, еще раз, эти собаки достаточно особенные, да, то есть они проходят специальное обучение, прежде чем вообще что-то делать, и после этого обучения они проходят специальное тестирование, экзамен. И только после того, как сдан экзамен, они допускаются к работе. Соответственно, да, если они сдали экзамен, то, конечно, если собаке плохо физически, мало ли болит живот, для этого есть мы владельцы. Я как хозяин, я вижу, что собаке плохо, и говорю, извините, собака сегодня болеет, она не может, естественно. Но в другом варианте, нет, собака, она готова к этому всегда, она радуется. Вот сейчас лето, сейчас происходят такие сессии какие-то намного реже, и собаки, прям, приходя и видя кучу детей, они прям аж в восторге полном, что ура, наконец-таки, дети, мы что-то будем делать. Их привычная среда. Да. Нам пора прерваться на новости рекламы, не переключайтесь, мы продолжим буквально через пару минут. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Мамочки», я ведущая Анастасия Смоловская, в гостях у меня сегодня тренер по обучению собак, специалист по канистерапии Влада Акимова. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. В первой части говорили мы непосредственно про канистерапию, во второй части хотелось бы перейти уже к таким более насущным делам, которые, мне кажется, правда, касаются каждую семью практически, это дети и домашние животные. Как быть, когда ребенок начинает уже просить как-то осознанно кошечку-собаку, а родители аллергии или просто не хотят, и все равно это как собака-кошка, даже не знаю, хомячок, все равно ответственность большая, это не просто поигрался. Но вот о том, как выбрать, не выбрать, надо, не надо, и понять, что стоит, вот сейчас тоже поговорим. Вот приходит момент, если не было в семье до этого никаких животных, и ребенок уже начинает просить, какой возраст лучше всего, как вы считаете. Я вот, например, у меня ребенку 3,5 года, он пока еще не настаивает, но я вот, например, для себя решила, что когда он попросит собаку, я там ему скажу, вот ты точно хочешь, тогда давай вместе выберем, это будет твоя ответственность в том числе, то есть ты должен будешь там погулять, покормить, для того, чтобы учился как-то ухаживать и какую-то ответственность нести за это животное, а не просто хочу собачку, и там через неделю уже все делают родители, а не сам ребенок. Как вы считаете, какой возраст оптимальный? Наверное, сложно сказать, дети очень разные, но однозначно, для меня однозначно только тогда, когда ребенок готов взять на себя ответственность. Понятно, что если это собака, то это намного старше ребенок, потому что собаку надо гулять, это ежедневная большая ответственность. Или же родители должны быть готовы к тому, что ребенок поиграет, и ему надоест, и это все ляжет на плечи родителей. Если это какое-то более простое животное, типа морской свинки, то немножко проще, наверное, помладше может быть. Ну, мой опыт с первого класса, у меня старшая дочка абсолютно все делает сама, моя задача только купить корм, подстилку, и морская свинка у нее была, и она, соответственно, за ней абсолютно полностью сама ухаживала. А собаки у вас в семье когда были всегда? Ну, в этом плане моим детям не повезло, собаку просить им не приходится, собаки были до детей. Сами появляются в доме, я так понимаю. Да, но у нас другие сложности, потому что собаки – это мое, мамино, и это мамины игрушечки. То есть вы не подпускаете? Ну, не то, чтобы не подпускаю, прям таки, но это мои собаки, и я с ними занимаюсь. Если ребенок интересуется, хочет, то он начинает тоже заниматься с моими собаками, когда я вижу, что ребенок действительно готов, действительно хочет, и он доказал это делами, тогда, да, конечно, у старшей дочки на данный момент уже три собаки. Своих? Своих, да. Ничего себе. Ну, то есть нет такого, что там с утра доченька, иди выгули собаку. Нет, конечно же, если ребенок может, если можно ему доверить, бывает, что я прошу выгулить собак, но глобально я понимаю, что это мое, и это моя ответственность. Ваша ответственность. Это как раз-таки, вот выгули собаку, это как проверка, а может ли. Если она, ребенок не может выгулить мою собаку, не готов, говорит, не хочу, еще что-то, ну, соответственно, речь о том, что у него, может быть, своя собака не идет. Но у вас собаки тоже, наверное, приличные, все-таки разные, мы знаем, что бывают животные, особенно щенки, когда ты там смотришь этого бедного ребенка, не он собаку выгуливает, а собака его выгуливает, пробегая мимо, как ракета, и тянет за собой этого там мальчика или девочку шестилетнего. Это, естественно, ответственность моя, шестилетнего ребенка я не отпущу гулять с собакой, или же я отпущу гулять с очень воспитанной небольшой собакой, то есть у меня был опыт социализации дочки при помощи собачки, но это все равно подходило, проходило под моим контролем, то есть я все равно наблюдала, как это идет, и была готова, если необходимо, помочь. То есть дочка не очень хотела контактировать с другими, ну и вот посредством собаки она как-то так вливалась в коллектив. Когда говорим мы о животных, бывают случаи, когда уже есть какое-то животное в семье, и уже после этого появляется ребенок, но, как правило, до появления ребенка там на окошке или на собаке сконцентрирована вся любовь взрослых людей, это там и мой доченька, мой сыночек и так далее, и так далее, мы все знаем, как это происходит, да, мама пришла, папа пришел, а потом появляется ребенок, и, наверное, животное же тоже как-то чувствует, может, ревность какая-то, как вот эти, урегулировать отношения между появившимся ребенком вдруг в семье и уже взрослым животным? Ну, по моему опыту, потому что у меня именно так и было, собака была до ребенка, не бросать собаку, не вдруг резко не менять свои отношения, то есть собака осталась, она осталась точно такой же, и ей надо все такое же внимание уделять. Ну, а бывает, что меняется поведение животного, было не агрессивная, добрая, ласковая кошечка или собака, а с появлением ребенка мы знаем, что разные случаи бывают, и когда маленькие детей там кусают, царапают и как-то такие… Про кошек мне сложно сказать, кошки у меня были только в глубоком детстве, это не то животное, которое я хорошо знаю, по собаке, если собаку с ребенком знакомить нормально, адекватно, продуманно, ну, лично у меня не было. Ну, вообще может быть такое, вы вот зная собак, может ли у них вот так вот их переклинить, грубо говоря, что вот вдруг резко они могут стать агрессивны и как-то себя так повести? Ну, скажем так, нормальная собака, адекватная – нет. То есть это должен быть какой-то толчок извне. Если мы сами ведем себя, извините, как идиоты, ну, конечно, мы можем спровоцировать все, что угодно. Но если же мы ведем себя как ответственные владельцы, то по моей 30-летней практике нет. Практика внушительная, можно верить, я думаю. Когда мы все-таки принимаем решение, что мы хотим взять животное в свою семью, если его до этого не было, сейчас очень такая новая волна, достаточно многие берут из приютов уже животных, это, ну, или щенки из приютов, но мы не знаем, какая у них там предыстория, да, там, насколько, какие родители, или это уже взрослые животные. Что вы скажете, можно ли вот взрослое животное, мы не знаем его историю, как оно себя может повести в семью с детьми, вводить? Очень сложный вопрос. Я не могу сказать, что я не рекомендую это делать. Скажем так, прежде чем взять взрослое животное из приюта в семью, любую, особенно в семью с детьми, надо достаточно долго с этим животным пообщаться. То есть нужно устанавливать какой-то контакт, нужно с этим животным уже как-то знакомиться в приюте, привыкать, притираться, присматриваться, потому что, да, собака уже тоже с какими-то своими жизненной позицией, да, с своими привычками, и семья тоже со своими жизненными традициями и привычками, поэтому для того, чтобы ужиться вместе, надо достаточно хорошо друг друга знать, и это достаточно тяжелый, сложный вопрос. Я думаю, что это возможно, но к этому надо подходить очень ответственно и серьезно. Когда выбираем мы животное, ну, правда, семьи с детьми это отдельно, хочется, чтобы было и чуть-чуть активной, и в то же время и спокойно, чтобы не все время. Вот по каким критериям для семьи, там, возьмем маленький, с маленьким ребенком, не взрослым еще стоит подбирать животное? Если мы говорим конкретно про собаку, то есть, в каждой породе есть описание, какая это порода, что она из себя представляет, они достаточно соответствуют, по крайней мере, это то, что хотелось бы видеть в этой собаке, и то, что в этой конкретной породе заложено изначально разведением, соответственно, выбрав породу теоретически, имеет смысл встретиться уже вживую с заводчиками, с собаками конкретно этой породы, пообщаться и убедиться, что действительно вы выбрали правильную породу, которая вам подходит, потому что внешний вид – это одно главное внутреннее содержание. Собачка может быть миленькой, пушистенькой, а на самом деле это очень активный охотник, которому будет недостаточно сидения на диване и выгула вокруг дома, и, соответственно, радостной жизни и счастливой не получится, если планировали, что эта собачка будет с вами лежать на диванчике и смотреть телевизор. Или же, наоборот, взяли собаку для очень активного образа жизни, там, походы в горы, еще куда-то, а собака, в принципе, скажем так, декоративная, которой дождик, это уже все, выгулять не пойдем, потому что лапки намочим. То есть, имеет смысл не только по внешнему виду выбирать, а все-таки узнавать внутренний мир конкретной породы. И общаться, наверное, все-таки с реальными собаками для того, чтобы понять, действительно ли соответствует то, что в книжке, тому, что есть в реальных собаках. Ну, бывает же такое, мне кажется, достаточно часто, как, ну, нельзя сказать в отношении животных импульсивная покупка, но там приезжают на те же выставки. Я вот, например, осознанно никогда, хотя очень люблю собак, я понимаю, что если я приеду на выставку или посмотреть собачку, то обязательно уеду вместе с ней, потому что, ну, невозможно, невозможно просто оторваться, и все уже, ты как-то прикипаешь. Бывает такое, что вот берут животное, потом, ну, вот что-то не сложилось, или там опять-таки характерами не сошлись, или привели в дом, поняли, что не справляются там и с ребенком, и с животным, а тогда опять в приюты отдают, получается? Да, к сожалению, человек, хотя вроде бы существо и разумное, но иногда действует, мягко скажем, глупо. Да, поэтому возвращаемся к тому, что импульсивность это не всегда хорошо, слава тебе, Господи, на выставках щеночков не продают, поэтому уйти с щеночком с выставки невозможно, их там нет. Можно безопасно пойти. Да, можно пойти на выставку и посмотреть, как раз-таки посмотреть собак, посмотреть, как они выглядят, щенки, молодые и взрослые собаки, пообщаться с ними, пообщаться с владельцами этих собак, поговорить, и как раз примерить на себя, так скажем, а годится ли мне вот эта порода. Как Вы считаете, бывает такое, особенно сейчас, если зайти на какие-то сайты объявлений, заходишь, у кого-то аллергия началась или просто кому-то не подошла эта порода собаки, может ли она подойти другому, или все уже на ней клеймо, что вот она этой семье не подошла, этому ребенку она не подошла, как-то не сложилось, значит все, она никому не подойдет. Нет, конечно, просто собака должна найти тоже своих настоящих хозяев, наверное, лучше это сделать максимально быстро, если что-то не подошло, если что-то оказалось не так, но еще раз я призываю, прежде чем брать собаку, все-таки очень и очень и очень сильно изучить себя, свои желания, свои потребности, свои возможности, чем Вы готовы жертвовать, потому что щенок – это ребенок, то есть Вам придется обязательно чем-то жертвовать для того, чтобы вырастить хорошую собаку, Вам придется подстраивать свой режим под щенка, естественно, вписывать постепенно собаку в свой режим жизни, и это будет определенная работа, и если Вы к этому не готовы, то возьмите плюшевую собачку, посадите на диван, обнимайте ее, когда хотите, а когда не хотите, задвиньте в угол. И все будет отлично, все будут довольны в этой ситуации. Когда мы все-таки решили, что мы берем собаку, правда, Вы сказали, что достаточно много, ну, приходится как-то менять свою жизнь, но многие относятся, ну, нельзя сказать, что слишком, но вот слишком очеловечивает, может быть, собак. Где вот этот баланс? Кто-то, наоборот, считает, что это собака, это животное, я сказала, сидеть, значит, сидеть, я ушел там на 12 часов работать, и все будет хорошо, с ней это же собака. Где вот эта вот грань, насколько можно вообще приписывать какие-то там человеческие качества животным, стоит ли это делать? Нет, конечно, не стоит. Собака – это действительно собака, и для того, чтобы строить свою жизнь вместе с собакой счастливо и успешно, мы должны понимать все-таки психологию собаки, мы должны понимать, что она может нам дать, что она готова нам дать, что мы можем от нее ожидать. Для этого есть кинологи, есть тренера по обучению собак, то есть если человек не может справиться сам, имеет смысл обратиться к профессионалам, помогут, обучить, расскажут, расскажут, что можно сделать, что нельзя сделать, то есть нельзя оставить щенка на 12 часов, это нереально. Представьте, что вы своего ребенка оставили. Нельзя оставить щенка, сказать ему сидеть и уйти, представьте, что вы трехлетнего ребенка оставили одного и низенький журнальный столик с конфетами, сказали, не бери, сколько-то он выдержит, а потом возьмет. То есть знание психологии, оно нам поможет всем, и собаке, и нам. Вы упомянули, что можно самим обучать, то есть все-таки не всегда стоит прибегать, можно воспользоваться какими-то книгами, научными пособиями, как воспитать собаку и попробовать самим. Или все же стоит всегда обращаться к специалисту? Сложный вопрос опять-таки. Мое мнение, что если есть специалисты, наверное, проще обратиться к специалисту, конечно, можно пробовать это сделать самим, пособий много, на какое пособие вы нарветесь в интернете, неизвестно, хорошее или плохое. Ну, пробовать можно, есть очень много интересной и хорошей информации, есть обспорная, скажем так. Опять-таки, услуги специалиста, они доступны, и они доступны в том объеме, в котором хочется человеку. Это не обязательно какой-то длинный курс, это может быть разовая консультация. Даже бесплатные какие-то занятия проводились. Ну, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, поэтому тут надо думать. Не стоит экспериментировать. Да, надо думать, надо оценивать все-таки. Если это специалист, и он работает, то, простите, он должен как-то работать. Как он может бесплатно свою работу раздавать? То есть, это может быть какая-то рекламная акция или какое-то коротенькое что-то, да, но если мы думаем про то, что все-таки это специалист, то как-то, наверное, это не происходит бесплатно. Но дело в том, что мы не идем ремонтировать туфли, ну, в пекарню, да, куда-то. Все-таки мы идем к специалисту. Еще раз, возможности разные. Это может быть просто разовая консультация, это может быть короткий курс, это может быть длинный курс. Тут все зависит от пожелания самого владельца собаки. С какого возраста стоит начинать обучать собак? Это так же, как и детей, наверное, мы не воспитываем их с самого рождения, какое-то время мы выжидаем, просто наслаждаемся общим времяпровождением, и потом уже приступаем к воспитанию. С собаками тоже ведь мы не можем сразу месячного щенка уже как-то воспитывать и верить в то, что сразу все пойдет как по маслу. Или все-таки стоит сразу уже? Ну, на самом деле мой опыт мамы и тренера говорит о том, что мы как раз-таки воспитываем сразу, и это начинает делать еще завозчик, тогда, когда собака к нам еще даже не попала. И, конечно, взяв щенка, мы начинаем воспитывать сразу, обучать, если мы идем к специалисту, чуть-чуть позже, когда у нас уже установлен какой-то контакт, но это происходит достаточно рано. Чем раньше, тем проще. То есть мы делим воспитание, это какие-то общие правила приличия, что в поле надо ходить на улице, а обучение это уже какие-то команды. Да, это уже школа, это уже послушание, то есть так же, как и дети, да, они ходят в детский сад, ходят в школу, ходят в университеты, так же и для собак есть свои детские сады, школы, университеты. Есть те, кто заболевает и начинает собаками заниматься серьезно спортом, это уже университеты. И иногда смешно, когда люди говорят, ты у твоей собаки уже 6 лет, а ты все еще входишь в школу. Она у тебя такая тупая. Нет, она такая умная, что она выступает на соревнованиях, и им нравятся обоим и хозяину и собаки, и они продолжают совершенствовать свои умения долго и счастливо. Нам пора заканчивать. Я напомню, что сегодня в гостях у меня была тренер по обучению собак, специалист по канистерапии Влада Акимова. Спасибо вам большое, что вы пришли.